Всем привет-привет! С вами Сергей Бондарев, канал Mr.Worch, посвященный интернет-маркетингу, продвижению социальных сетей и рекламе. Итак, в этом видео мы будем рассматривать, как сделать себе импревью самостоятельно, без приложений, с помощью различных сервисов. В первом видео будет рассматрена фигма. Зачем я хочу это сделать? Импревью есть на каждом телефоне, показывает он нам, как сделать визуал ленты, типа вот такой штуки. Оно все квадратное, и не всегда, когда ты выстраиваешь визуал, на деле в инсте получается адекватно все сделать. А с помощью прототипа можно себе сделать под любое устройство, под любой функционал, нужный аналог инсты. И туда закидывать фотографии, добавлять тексты, и знать, как будет выглядеть твой пост, что там будет, и в дальнейшем с этим работать. Естественно, это очень удобно, очень практично, а главное, не занимает очень много времени. Я не знаю, сколько это займет времени создание, но попробуем уложиться хотя бы за часик. Итак, это фигма, инструмент, который вы уже наверняка встречали в рамках моего YouTube-канала, в рамках других каналов, который позволяет делать прототипы сайтов. Их мобильные версии, функционал, короче, в нем сидят все, кто занимается дизайном. Есть даже такая пословица, Canva плюс фигма равно хороший дизайнер. Ну, поехали. Первое. Нам нужно нажать буковку F, английскую, на своей клаве, когда вы сделали проект. Чтобы сделать новый проект, вам надо просто-напросто нажать New. Вот так вот. F, Desktop, и берем самое такое банальное разрешение, которое есть там. Вот такое. 1400, ПК-версию сначала делаем, потом бы просто притягивать, уменьшать, чтобы все было нормально. А, и делаем сразу себе там 4000 в высоту. Опа. И у нас вот такой лист большой. Естественно, моя цель сейчас делать по-быстренькому. Естественно, потом я все это подтяну. И, возможно, если комментариев в видео будет много, даже приложу данный макет к описаниям, чтобы вы могли этим пользоваться, друзья. Итак, поехали. Первое. Нам надо сделать авку. Авка. Опа. Так. Тоже добавляем. Нам нужна картиночка. Картиночка. Какая-нибудь четкая, крутая картинка. Замечательным человеком. Давайте. Вот это. Опа. Добавляем. Ну, естественно, ава у нас получается очень большой. А ава, разрешение ее 210 на 210. Ой, перепутал я все. Так, это не то. Здесь сразу 100. Здесь 210. Здесь 210. И вырубаем. И вот наша авка. Вот. Чтобы нам не отходить примерно, как это все выглядит. Ну, то есть, у нас вот экранчик. А его разрешение получается в ПК-версии 177. Мы потом в мобилке это все вытянем. Вот. Но это чуть позже будет. 177. Смотрим. Нет, вот такой белый круг есть. Так, по-моему, спок. Вот он черный. Делаем его серовато-буро-малиновым. Вот. И делаем ему 10. Вот такая вот штука. Он белый, потом черный идет. Значит, белый. Беловатый. Вот такой. Беловатый. Ну вот. Добавляем. И еще один спок. Лайнер. Добавляем. Не лайнер. В общем, лайнер. Дроп шадов добавил. Ну, просто тут какой-то инер шадов нет. Лэйер. Блин, нет. Блэр нет. Добавим. Так, хоть мне не нравится. Так, спок, 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 спок. Так, может бордер как-то добавим. Ну-ка, фил. Ну, не всегда все удобно, к сожалению. Добавляем. 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 И делаем его сероватым. Да, может немножко будет отличаться, но мы это по первости. Потом, если это можно, конечно, просто не напрягаться и сделать эллипс себе. Вот такой. А переместить его на задний план. Так, где-то он был. Бэкарон. Так, где он там был. Ну, может быстрее так сделать. Переносим его вниз. Получаем вот такой эллипс. Здесь делаем 225. Здесь делаем 225. И надо его вытянуть. Да, это не быстро. Тут сейчас набежит толпа народу, скорее всего, которые в этом всем лучше разбирают. Но я это показываю для абсолютных новичков, то есть тех, кто вот прям для себя будет делать. Вот. И чтобы это все было быстро и хорошо. Так, нам надо 220 и 220. Получается то, что нужно. Выравниваем с помощью стрелок. Ну, может быть, немножко криво-корса будет. 220. А у него получается 220. Причем он такой. 222. 222. Ну, предположим, что все идеально. Здесь надо более серый цвет. Можно, в принципе, копировать все это сразу. EF-EF он называется. И просто его вставить. А вот этот цвет у нас... EF-EF. Неправильно этот цвет скопировался. Вот светлее. Можно, в принципе, на глаз. Дело тут суть в том, что вы как бы структуру себе подготавливаете. Ну, что-то типа того. Поехали дальше. Так, нам надо вот этот текст скопировать. Созданную АУ нажимаем Ctrl-G. И она получается группой у нас. Теперь нам надо в текст вставить. Текст вставляем. А в идеале на ПК-версии надо, по-моему, в F11, в F12, нет. F10, нет. Как там он будет? Господи, сейчас. Исследовать. Исследовать элемент. Раньше подписи были. F11. F12. F12. Берем, смотрим. F12. Делаем все, где-то 28. Готово. Теперь смотрим, что у нас еще есть. Так, дисплей блок. Тра-та-та. No wrap. Line height. 32. Это высота строки. 32. Фунт вейт. Надо еще. В деле шрифт просто посмотреть. Хотя бы. Какой там шрифт у нас? Робота. Сегои Уи. Ну, посмотрим, какой-нибудь Сегои Уи может есть. Пускай робота будет. И смотрим, жирный он или не жирный. Вытянутый не жирный. Ну, оставим его, чтобы поговорить, как он есть. Ага, вот он он. Теперь нам надо редактировать профиль, кнопку создать. Просто, чтобы у нас все было. Берем ректангл. Вот, дальше с ним уже работаем. Смотрим ректангл. Исследовать. 180 на 29. 180 на 30 пишем. Некритично. Радиус кругления. Ну, судя по виду, где-то 5. Так, и теперь нам сюда надо текст вставить. По конец. По конец. Делаем это все группу. Control-D. Вот наша кнопка. Теперь нам надо ее, первое, убрать свет. Второе, немножко ее стилизовать. Так, по отступам. У нас, в принципе, все норм. Вот у нас центр, он подлавливает. Так, теперь вот эту штуку. Первое. Это шрифт. Нам нужен сам ректангл. Спок. Смотрим, какой цвет. Цвет такой, чуть темнее, чем на на белом. Сам спок у нас серый. А шрифт темный. Надо посмотреть по саму цвет шрифта. Ну, мы просто стилизуем. Потом, естественно, это все сделаем. Уже понятно будет, что дальше с этим делать. Вот так. Смотрим. Color. Какой-нибудь где-то тут он будет. Так. Color, типа вот этот, давайте проверим. Он у него. И получается здесь цвет тоже такой. Ну, получается, что типа того. Естественно, тут надо дальше просто ковырять это все делать. Вот почему он так, здесь у меня большой. Надо будет разобраться. Вот мелочевка. Теперь нам надо элемент. Элементы можно взять следующим образом. Переходим. Ищем здесь поиск где-то. Вот он. Пишем. Инстаграм. Посмотрим, что сейчас загрузится. Будем надеяться, что там будет без фона. Фигня загрузилась. Сейчас тут конь-ти-конь-ти. О, пойдет. Вот он. Нам надо отсюда шестерню. Ищем шестерню. С шапкой больше всего возне, если честно. Все остальное быстрее делается. Так. Вот она. Вот шестерня. Она может немножко по цвету выбиваться. Это не страшно. И по размеру она у нас какого размера? 24 пишет. 24. Здесь по факту очень сильно визуал выбивается. Делаем 24. Это уменьшаем. Сейчас. И цвет. Цвет. Такой серенький. Она остается вот здесь уменьшить цвет. Ну вот. Вот такая у нас штучка получается. Теперь нам надо все выровнять в одну линию, чтобы все было плюс-минус адекватно. Классно выровняло, я вам скажу. Прям божественно. Ну, что-то типа того. Так. Это у нас примерно на верхней границе. То есть мы делаем на глаз, потому что все в принципе у нас в жизни на глаз. Вот. Делаем теперь себе вот эту вот штучку. Вставляем. Копируем. Копируем вот эту штуку. Вставляем. И копируем вот эту штуку. Вставляем. Это делаем Ctrl-G. Это уже в группе. Не забывайте перетягивать группу по смыслу. То есть вот шапка. Групп 1. Групп 2. Групп 3. Вот он. Вот наш профиль. Вот. И теперь, теперь. Теперь нам от текст перенести. На заголовок переносим. Заголовок у нас жирно пишется. Делаем Ctrl-Boer. Получается он у нас жирноват. Видите, почему-то вот здесь вот прям вот вообще его нет. Это прям даже подобие шума. Как он там? М-м-м. Это мы вернемся. Когда шапку заделаем. Теперь личный блок копируем. Личный блок у нас серый. Темнее серого. Ну вот так вот пойдет. Так. И он вроде ничем глобальным не отличается. Останется потом только со шрифтами разобраться. Копируем шапку теперь. Смотрим примерно сколько блок сам по себе занимает. 565 у меня в мониторе показывает. А по высоте на 141 он гонит. Гонит. Вот наша штука. Вот так. И ссылку. Она, насколько я помню, там почти вплотную идет. Да. Мы ее чуть ближе двигаем. Вот граница. Теперь нам надо ее сделать соответствующего цвета. Цвет у нее уродский. Давайте искать уродский цвет. Уродский цвет. Ты где? Надо было в хроме делать. В хроме это все быстрее делается. Потому что тут это прямо в мозиле отвратно все. Ну давайте гипотетически через color его подберем. Ну тут конечно цвет такой себе. Ну типа такого. А там если что на глаз. Пока на глаз. Потом все это подправится. Ну. Брехло короче. Color. Смотрим. Не похоже. Какой там еще раз оттенок. Почти черноватый. Ну на что-то типа того. Теперь проверяем. У нас все было близко-близко. Это тоже вверх тянем. Вот продюсеры там все такое дело. Это тоже вверх. Поднимаем еще. Готово. Готово. И вот это тянем вверх. Надеюсь видео запишется. Я все это делаю. Будет квадро обидно. Так. Ну и смотрим. Вот наши дела все. Вот наш макет. Теперь нам надо его отцвентровать. Вот. Ну вот. Вот у нас макет шапки. В чем собственно плюс. То есть. Любое из этого контента. Можно заменять. На нужный вам контент. В свою очередь. И благодаря этому. Получать себе. Ну визуал. Буквально за 15 минут. Работать. То есть не надо будет сидеть. Что там выстраивать. То есть вот у вас есть текст. Его можно поменять. Вот. Тем самым. Упростив себе значительную жизнь. Вот у нас. Первая часть профиля. Готова. Поехали дальше. Надеюсь вы выдержите такой объем. По времени. И я это не зря записываю. Взять на комментарии. Ставьте по этому поводу. Копируем изображение. Вставляем. Вставляем. Здесь у нас 150. Насколько я помню там. Раз. Два. Это если у вас есть готовые картинки. Если их нет. Лучше чтобы они были готовыми. Ну вот. То делаем так же как мы делали с логотипом. 150. Скорб fish. Погорли. Смотрите. так удаление какое у них примерно 60 пикселей между ними расстояние здесь в каждом 100 100 естественно иконки заготавливаются отдельно готовить их здесь нет никакого смысла потому что по сути выставляете уже готовое изображение то есть иконки делаются уже в канве а здесь это такой макет на каждый день так за границу изображения эта штука выезжает или нет сейчас надо посмотреть до выезжает насколько выезжает на 25 пикселей как это сделать берем ректангл рисуем его ширину делаем 25 пикселей выделяем ну просто это макет как сделать тянем вниз вот наша полоска вот эта фиговина вся должна попасть вот сюда не достает вот в тюльтя в тюльту готово теперь нам надо вот эти штуки сделать равномерный вот тут опа и получаем нашу шапку профиля остается нам посмотреть расстояние здесь вот мы делаем на глаз то есть потом это все можно под каждым монитор подделать принт скринер у меня почему-то не показывается на видео которым я меряю ну просто поверьте я скоро разберусь этим 60 в общем 70 пикселей расстояние возвращаемся делаем опять ректангл рисуем высоту ставим 70 вот растягиваем прям вплотную вот к этой штуки выдвигаем вот так вот и тянем вверх прямо до границы так control z вот выделяем control г объединяем эту всю группу тянем вверх вверх прям стрелочкой можно это делать вот готово вот наша шапка профиля из инсты да то есть как бы на белом листе бумаги типа непонятно но плюс какой плюс надо вам какое-то изображение поменять вот вы заходите choice image открывается папочка и вы уже загружаете туда новое изображение надо вам текст поменять с текстом проще всего иконки то же самое то есть вы можете любой изображение поменять в готовом макете можно раскопировать и просто делать 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 профили это удобно а главное то есть вот у вас есть пока версии есть планшетная версия есть мобильная версия есть версия под его спаду android под что горосподи не знаю под windows фон под что угодно можно сделать мобильную версию и тупо банально понавставлял посмотрел вытянул и уже примерно знаешь как будет выглядеть лента очень удобно то есть создаешь ленту сразу на 29 постов и пошел попробую интервью такой сделать погнали дальше погнали дальше и теперь нам надо вот эту вот приблудистику сделать вот этот полосочками мы немножко упростим себе задачу по данной штуке нам нужна только публикация но можно еще и gtv там отметки там еще что-то блин ну давайте сделаем по-людски так нам надо нам надо нам надо нам надо полоска олайн берем так фига пиота полосочку что нам еще надо надо узнать расстояние от иконок меркнуть еще не доделал так будем доделывать иконки актуальные вот следующие типажи за дальше вдохновение дальше ютуб-канал дальше мои да твою господи ханалия и сидишь мудохаешься скопировать нормально не можешь бесит и мои вот она но первое попробуем выровнять посмотрим что получится вот такая штука вот ну плюс-минус нормально теперь нам надо нарисовать ректангл я уже посмотрел у нас идет 20 пикселей 20 вот такая штука сюда и впихаем впихиваем вот и наши тексты должны оказаться примерно вот здесь вот он готов важный нюанс который нужно понимать нужно подсмотреть как они там выводятся видите он там по границе практически не вылезает первым посмотреть разрешение ну размер шрифта как индусы писали ей богу так ну это явно не 32 давайте сделаем 20 и будем выравнивать сейчас это добро то есть оно от центра до вот этой границы идет вот так если вылезает здесь смещено немножко сделаем пробуем 24 и обратно так лучше видно естественно мы потом это все дело подправим хорошенько то есть вот у нас штука и теперь нам надо посчитать расстояние от полоски то есть мы берем тоже принт скринер 70 пикселей делаем рингтангл ставим его вот так растягиваем эту полоску опускаем вниз вот наше принципе адекватное расстояние и и собственно вот у нас шапка инсты вот далее далее мы сейчас будем добавлять только ленту все эти штуки делать и дальше с помощью фотографий которые у нас есть будем смотреть каталог и выстраивать просто заменой фотографии здесь ленту потом то же самое будем делать для постов потом тоже самое будем делать для других моментов и получится у нас как бы симуляция инстык в рамках фигмы это очень удобно на что берем публикации нам нужна иконка решеток если не найду жах но пока какая есть а там посмотрим потом чем можно использовать грит на грит в принципе похоже другая пока тут не вижу подходящий кажется имеем что имеем но можно психануть и нарисовать на число просто заморачиваться ради макета и делать эту штуку сейчас нет смысла вот наши и конюшечку так ну и считаем сколько у нас там расстояние 250 начинается на середине лайф получается вот так там где буковка лайф там где буковка лайф ну сейчас будем пробовать публикации не забывайте блюсти порядок не забывайте блюсти порядок вот у нас группа целиком публикации теперь нам надо иконка телека 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 будет у нас такая иконка если нет потом ее найдем ну предположим что это она вот n4 так теперь нам надо сохраненка и ищем такой конверт или ней сохраненка 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 так только увидел недавно такой на флажок похоже он был он он вот Берем сохраненные, копируем И ищем людяков Людяков, чтобы добавить нам их в профиль Людяки Люди, люди, люди Люди на блюде Ну, 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 ну Все для людей Так Какие-нибудь люди Да были же, блин Надеюсь, они тут были Может, другую палитру Пока просто побыстренько мы делаем Потом мы все это допилим Чтобы было точная копия Да Вот сейчас возьму иконку Через 15 минут она у меня будет другая висеть Берем Иконку Ну, как это пока на первое время Отметки Сохраняем Ctrl-G Ctrl-G А Теперь нам надо по шрифтам посмотреть Чтобы это все было Плюс-минус похоже на жизнь Ага Ага Смотрим Смотрим Color нашли Color Раз Два Два Четыре Два 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 Четыре Два Четыре Шесть Теперь это все добро надо выровнять Выравниваем и надо посмотреть расстояние между кнопками. Сначала выделяем и вот так распределяем. Есть у меня сомнения по поводу 105. Вот здесь еще разрешение немножко различается с монитором и с макетом, поэтому по факту просто делаем на глаз. То есть в жизни оно будет примерно вот так. Вот наш макетик и теперь его надо сместить. На Full HD он влезает, а на этом он должен быть вот так. Вот наша лента. Кусок. Теперь нам остается заняться публикациями. Для начала возьмем то, что у нас по сути все идет как макет. Просто нам нужно исследовать. Это все полу квадрат. Триста шестьдесят пять, триста шестьдесят пять. Делаем изображение. Триста шестьдесят пять. Убираем. Убираем. Триста шестьдесят пять. Убираем. 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 естественно потом это все под рядачу смотрим по градации всей линии у нас совпадает копировать и еще раз копировать теперь нам надо это все равнозначно разметить он там делать лучше группы рядами control g control g ни скруглений ничего нет скруглений нет поэтому наша задача выделить две эти штуки это раз другу это у нас группа да это у нас группа три файм вот этот надо будет удалить вот так берем раз и два возвращаемся нам будет нужно сверху он одинаковый нажимаем control c control v вытягиваем ленту и получаем ленту для заполнения на пк на девять постов далее хотим мы какое-то изображение выбрать заходим choice image открываем опять же choice image то есть выбрать изображение сейчас что-нибудь такое еще подберем и тем самым можем выстраивать визуальную ленту в рамках вот первого посещения единственное что нам осталось нам надо убедиться что вот здесь расстояние более-менее адекватно по соотношению что делаем тоже берем конкурс скринер не рисуем ничего просто вот его сетку как он делает подставим 25 пикселей расстояния то есть нам надо вернуться выделить вот всю нашу пилитристику перед этим здесь вот нарисовать полоску 25 растянуть и и выделяем наши штуки и тянем их у вверх готово собственно в этом видео я останавливаюсь и вот вы видите эффект то есть вы можете хоть 20 хоть 29 хоть 30 хоть 100 постов сразу выстроить у вас будет концепт то есть но ни в одном вы на превью вы нормально так не сделаете выстраиваете всю ленту дальше уже с этим работаете понимаете что как где будет выглядеть далее вам остается сделать такие же версии на мобильную еще на какой-то быть следующих видео если данное видео наберет нормальную популярность я выпущу полностью весь цикл и в дальнейшем выложу макет грубо говоря готовый чтобы вы могли пользоваться обязательно подпишитесь на канал если видео вам понравилось поставьте лайк оставьте комментарий было ли оно вам полезно хотели бы вы попробовать собственно суть данного видео в рамках продвижения своего инстаграма я с вами прощаюсь пока